здравствуйте друзья вот наконец-то я добралась до своей теплички импровизированной для роидных и хочу ее разбирать вот у меня здесь настолько все укоренилось что уже прям вон какие огромные воздушные корни жирные пушистые прям ну вот прям мохнатые мохнатые супер корни и уже сквозь стаканчики такая монстрочка у меня есть но это должен быть зеленый лист такой вот дырчатый весь весь изрезанный и это был промежуточный черенок то есть просто листик с кусочком стволика этот листик уже как бы отпадает вот он слегка отпал и здесь разворачивается новый побег а это у меня был сингониум но теперь даже не знаю какой сорт потому что листик совсем уже совсем из чах и ссох и вот у него новый побег то есть почка проснулась это тоже промежуточный черенок в общем все замечательно и все хорошо и теперь я буду эти растения пересаживать вот я уже сняла стаканчик освободила вот эти корешочки беру такой горшочек он технические очень хорошие дырочки субстрат ровно такой же в котором я и укореняла эти растения то есть это безземельный субстрат только торф мох и перлит все окно сама пересадка очень простая все как обычно засыпаем свободненькое пространство этим же самым субстратом ну на что хочу обратить ваше внимание на то что для ароидных очень часто бывает такой вопрос вот у меня там чахнет растения у него начинают листики там подворачиваться какие-то пятна вот кончики листьев начинают чернеть коричневеть в чем причина помогите подскажите я там поливала тем-то и тем-то ну ничего не помогает она и не поможет все именно по той причине что ароидные это тоже такие растения которые ну как ни одна зрительница написала диетические то есть такие растения которые не любят избытка солей в почвенном растворе питание они конечно же любят и уважают но избытка почвенных солей в растворе они не любят и любят почву ну или не почву неправильно сказать почву а любят субстрат такой влагоемкий чтобы он держал хорошо влажность но был воздухопроницаемый то есть он должен еще быть такой рыхлый рыхлый как пух состоять из крупных частей потому что корни ну вы видите да такие так сейчас вытащу в дружку вросли потому что корни то у них вон какие крупные толстые мощные опушеные и они очень легко образуют воздушные корни поэтому и субстрат подбираем такой который бы содержал внутри себя много воздуха ну и влагу тоже содержал но немного влаги поэтому я субстрат для своих ароидных для сингониумов монстер там что-то у меня еще эпипремнумы филодендроны для вот этих всех своих растений я подбираю субстрат такой который не содержит перегноя не нужно им вот это вот лишнее питание и не нужны мелкие мелкие частички иловатые там такие прям вот песочек тоже они не очень песочек потому что очень быстро просыхает а именно предоставляйте такой субстрат на основе все таки торфа но торф должен быть нейтрализованы и еще один такой важный момент поливать вот эти вот растения нужно водой мягкой желательно не содержащий карбонатов это как раз опять же не будет повреждать наши листочки то есть листики не будут кончики не будут коричневеть листики не будут чернеть скручиваться мучиться растений не будут а будут себя очень и очень легко хорошо чувствовать и расти и размножаться ну для примера хочу показать свои эпипремумы вот такие вот они красавчики разведены они тоже с малюсеньких малюсеньких череночков они сейчас вот в этом же субстрате о котором я вам рассказывала но он более темненький потому что влажненький сегодня я их поливала как раз и вот здесь вот у меня шикарный сингониум вот такие огромные листья горшок у него совсем не маленький 8 литров ему дадина опора и у меня в этом помещении где он содержится и вот эти все товарищи здесь довольно таки прохладно но что мы видим все листья у этого синга очень здоровые красивые нет ни одной черноты нигде ни одного кончика наоборот появляется такая красивая окраска по сорту кстати не знаю как называется этот сорт но вот он дает вот такую розовую окраску где-то целиком лист розовый где-то вот такие вот только жилки розовеют ну в общем шикарная штука еще у меня сингониумы в подвесных горшочках содержится точно с таким же субстратом и подвешены они у меня вот здесь вот с них я снимаю череночки вот он такой розовенький весь симпатичный весь зарезанный изрезанный сколько можно было черенков все сняла все сняла все укоренила вот такой карлик карликовый такой сортик очень аккуратненькие горшки 2 и 4 литра вот им очень все нравится субстрат опять же точно такой же он у меня для всех одинаковый и еще один покажу черный я его зову черный у него такие темно-коричневые листья тоже такой небольшой компактненький сортик интересненький прям вот такие видите розеточки у него плотные плотные листь лист от листа очень близко прям такой шапочкой нарастает но это у меня для подвесов ну и вот отвечая как бы на ваш вопрос я и хочу вас предостеречь от выбора слишком жирного питательного субстрата для таких вот растений ну прям вот я вам и показала как они себя отлично ведут именно в непитательном субстрате в рыхленьком и нисколько они не страдают не голодают и все им нравится даже не столько на них влияет там тепло чтобы было главное чтобы была мягкая вода и такое рассеянное солнышко и все будет в порядке всего вам доброго подбирайте субстрат для своих ароидных растений правильный и ваши растения вам ответят прекрасным красивейшим видом до свидания